Всем привет! Мы вернулись из Италии, Томек уже на работе, он работает в другом городе. Кстати, перед поездкой тоже было сумасшедшее время, потому что он был в командировке в Амстердаме, перепаковал буквально свои чемоданы, я собрала всю семью, и мы поехали через Австрию и через Чехию в Тоскану, и мы останавливались в Австрии, чтобы переночевать, потому что дорога из Кракова занимает 14 часов где-то, деткам довольно сложно, ну то есть мы так думали, и поэтому решили перестраховаться, чтобы всем, знаете, тоже можно было отдохнуть, а не так, чтобы дети кричали в машине, и мы ехали как можно быстрее, ну в общем, чтобы без стресса, мы решили так. А когда ехали обратно, решили доехать до Австрии и посмотреть по ситуации. Вы знаете, мальчишки себя настолько хорошо вели, что мы не ночевали, мы прямиком из Италии приехали сюда, я сейчас покажу вам результаты нашего шоппинга итальянского, мы купили несколько вещей домой, Тома купил себе сумку классную, что-то слепаются, снимаются, слепаются ресницы, и путешествие это всегда здорово. Кстати, небольшой апдейт, после того, как я вернусь, ко мне в гости приезжает мама с тетей, они ни разу не были у нас летом, поэтому мы сделаем классный гриль, будет очень интересно, знаете, когда плохая погода, все-таки это немножко по-другому, ты прячешься из кафе в кафе, что-то там рассматриваешь издалека, или быстренько, потому что холодно, потому что дождь, и я не могу дождаться. Потом у нас будет свадьба, ну не у нас, подождите, мы женаты, но у нашего друга будет свадьба, я жду свое платье, я надеюсь, оно успеет приехать, и потом мы едем на свадьбу, прямо на торжество моего брата, но это будет чуть позже. То, что я давно собиралась сказать, я разыскиваю победительницу в конкурсе, который мы организовывали совместно с СЛИРа, я еще раз оставлю ник девушки в инфобоксе, пожалуйста, отзовись. Если вдруг так получится, что не будет ни ответа, ни привета, я выберу кого-то нового, подожду еще 3 дня с момента публикации этого ролика, и также у меня для вас будет новый конкурс, обязательно оставайтесь со мной. Хочу поделиться с вами своей летней находкой, это кеды, причем они не спортивные, они с перфорацией, в них не жарко, они легенькие, это бренд СЛИРа, они выполнены из кожи, я оставлю вам ссылочку внизу, сзади есть небольшая красная лейба, я уже много раз их носила, поэтому я вам могу сказать, что они очень удобные, гораздо удобнее, чем конверсы, конверсы, их даже нельзя сравнивать, потому что в конверсах все-таки нога устает, они такие тяжеленькие, и я знаю, что многим они не нравятся для таких долгих прогулок, я сейчас беру с собой в путешествии именно эти кеды, потому что в них я могу ходить часами, и на велосипеде я в них езжу, просто обалденные, и небольшой лайфхак, если у вас пачкается подошва, то отмывайте ее мицеллярной водой, а если на белой обуви появляются черные полоски, то все это прекрасно убирается ацетоном, я отдельно стираю шнурочки, и они вот как новые, несмотря на то, что они уже прошли огонь и воду, и медные трубы, и еще мне прислали вот такую летнюю новинку, очень женственная, воздушная, настолько милое платье, красное, белый горошек, его можно носить как с каблуком, так как сейчас на мне, видите, просто с белой такой обувью на плоском ходу, с босоножками, с шлепанцами, это очень универсальная вещь, которую можно обыгрывать по-разному, и мне очень нравится фасон, у него идеальная длина миди, вот так, наверное, будет виднее, то есть как бы не слишком коротко, и при этом не обрезает силуэт, очень красиво, и я показывала вам в отдельном видео, как эти платья переливаются при ходьбе, и я очень довольна этой обновкой, спасибо большое, я, конечно же, буду носить с удовольствием, вот этот пояс снимается, то есть можно и без него, можно все застегнуть, здесь же мчужные пуговки, и вот такой принт, вы знаете, он вообще не увеличивает в размерах, потому что с горохом бывает по-разному, просто обалденное платье, подумываю взять с собой это платье, ну вот сомневаюсь, не помнется ли оно в чемодане, и потом мой дорожный утюг просто-напросто с ним не справится, у меня это платье с прошлого года, есть такое уже розовое, я оставлю ссылку на видео прошлогоднее, где вы можете посмотреть, как оно выглядит с каблуками, тоже на розовое, это вообще одна из самых популярных моделей в СЛ Ира, и оно также доступно в этом году, давайте я примерю и посмотрим, и вот не знаю, что делать, брать его с собой или нет, потому что оно мне очень сильно нравится, красивый голубой оттенок, не слишком бледный, в меру яркий, из белой обуви, гляньте, как классно смотрится, правда? Очень модное пляссе в этом сезоне, я ношу его второй год, и это действительно одно из моих любимых платьев, как я вам и обещала, организовываем очередной конкурс, все условия внизу, вы можете получить любую понравившуюся вещь, все очень просто, я все пропишу в инфобоксе, покажу вам также несколько покупок из Италии, именно для дома, я не успела походить по аутлетам, и купить себе что-то модненького, больше как-то сосредоточились на отдыхе, я заглянула в Кико, купила там несколько косметических средств, пользуюсь ими вовсю, и увидите в отдельном видео о бюджетных находках, это такое средство, как бы маска для тела, которую наносят на проблемные зоны, заматывают все пленкой, и оно должно помочь подтянуть тело, избавить от целлюлита, посмотрим, что из этого получится, мы забрели в магазин, где было все с трюфелем, или с трюфелями, у меня всегда проблема с этим словом, я выбрала две вот такие интересные баночки, это был такой как бы паштет, был, потому что практически закончился, он нам очень понравился, вкусный, ароматный, но его нужно намазывать на хлеб в небольшом количестве, вообще все это можно подавать из пасты, особенно вот эту, нам советовали сделать с обычными макаронами, ну с итальянскими, с любым видом пасты, и здесь черный трюфель и оливка, черная, мы называем это маслина, да, очень-очень вкусно и так ароматно, я даже жалею, что я не взяла больше, также мы взяли несколько джемов, этот с лаймом и бергамотом, пока что не открывали, апельсиновый практически съели, он такой горький, и я люблю такое подавать с мясом, с уткой, очень вкусно, давно хотела себе купить трюфельную соль, и вот нашла такую, тоже был магазин со всякими деликатесами, выбрала такую соль, у моей подружки есть трюфельная соль, и господи, в салате, везде, с чем угодно, очень универсальная штука, я люблю приправы, и смотрите, здесь вот у меня подарочек для наших любимых друзей, купила острую пасту, какая она на вкус, я без понятия, но сейчас вот по приезду думаю, почему я не взяла себе, ну что за, придется ехать еще раз в Италию, или искать где-то здесь на месте, я думаю, что без проблем можно найти что-то толковое, даже в польских магазинах, родом из Италии, а вот это масло с ароматом трюфеля, я пробовала еще трюфельный мед, трюфельный, трюфельный, господи, простите мне мое ударение, тоже оригинальный вкус, и вот в следующий раз, когда поедем, возьму масло и себе, и побольше вот таких разнообразных паштетов, соусов, то есть с трюфелями обязательно мед, мед это просто фантастика, это что-то настолько оригинальное и необычное, мы хотели купить что-то из керамики, вообще этот регион очень славится именно керамикой, я вам покажу то, что мы купили, уже расставили, но вот это, это мне не совсем понятно, Томик зашел без меня, и выбрал что-то такое, что было сделано в 2008 году для семьи, и здесь написаны все имена, кто-то там уже вроде как ушел в мир иной, и он говорит, ой, была скидка 50%, я решил взять, а что, прикольно выглядит, кто там знает, что там написано, но я считаю, что такие вещи делаются автором с определенной энергетикой, если потом заказчик не вернулся, не купил эти вещи, то зачем эта энергетика мне в моем доме, что думаете вы, что думал Томик, я без понятия, но я не хотела бы вешать их у себя дома, просто для меня чужая энергетика в доме неприемлема, вообще мне очень нравятся такие декорации, я бы хотела повезти это снаружи, где-то на террасе, но чтобы это хоть как-то было связано конкретно с нами, мы были в регионе Кянти, который славится своими винами, поэтому, конечно же, мы не могли не привезти оттуда вина, Томаш выбирал без меня, но я знаю, что у него хороший вкус, и я уверена, что вина очень вкусные, в основном здесь белые вина, еще вот такая огромная бутылка, большую часть мы купили именно в том месте, где мы отдыхали, если вы пропустили этот влог, то советую посмотреть, он уже точно вышел на канале, взяли еще вот такую огромную бутылку, и мы ее откроем тогда, когда приедет моя мама и тетя. А я продолжаю упаковать чемоданы и отправляюсь в Стокгольм к моим любимым девчонкам Лене и Вике, это настолько близкие мне люди, мы каждый день общаемся по телефону, смс или даже звоним друг другу, а вот сейчас у нас будет реальная возможность повстречаться, так что я лечу в Швецию и забираю вас с собой. Я уже в отеле, и посмотрите, какой здесь лифт, и витражи, очень красивые, сейчас заселяюсь и иду искать Лену, Вика приедет чуть позже. Такой симпатичный номер, я буду ночевать с Викой, я об этом знала, но я как-то не ожидала, что мы будем спать на одной кровати, мы станем ближе. Мы приехали сюда по приглашению компании Даниэль Веллингтон, так как уже много лет мы являемся их амбассадорами, но самое главное то, что в реальной жизни мы действительно носим эти часы и браслеты, и сейчас у них вышли кольца, но у меня пока что их нет, о нас позаботились, черный шоколад, я такая голодная, спасибо за открыточку, это всегда так мило, и это шампанское, да? Наверное, да. Пришли пообедать, ждем Вику, заказали суши, на такой атмосфере спокойной, проводим вечер, завтра более насыщенная программа. Такое музыкальное утро у нас с Викой, я уже накрасилась, собралась, Вика в процессе, она крутая, конечно, и накрутилась, и полный макияж, а я собираю вещи сразу на вечер. Вика сделает то же самое, потому что мы с утра как уйдем, мы вернемся только поздно после вечеринки, у нас дресс-код, так что сейчас мы наряжаемся в одни одеяния, дальше нужно будет переодеться, и у нас не будет времени вернуться в отель, так что будем ходить с баулами. И, соответственно, вот на этом этаже у нас вечеринки какие-то проходят, чуть позже, как и везде, ресепшн, мы можем, наверное, в самом конце идти на террасу, да? Давайте сначала внутри покажем. Второй раз здесь оказываюсь, вот это да, с таким видом можно работать, выйти на обеденный перерыв или после работы даже. Девчонки снимаем? Слава? Привет! Семья разрастается, коллекция часов пополняется разной бижутерией, браслетами, кольцами. Я увидела новые ремешки, которые мне хотелось бы заполучить в свою небольшую коллекцию. Это мужские модели, но я знаю, что девчонки их также носят, и вот часы, из которых все начиналось, с полосатым ремешком. Во всех часах сменные ремешки, поэтому можно купить один циферблат, грубо говоря, и просто менять ремешки в зависимости от сезона, от наряда, от предпочтений. Это бестселлеры, самые ходовые модели. Вот такие. У меня есть и поменьше, и побольше. Если у вас небольшая кисть, то, наверное, диаметр 28, будет смотреться более аккуратно, но 36, как мне кажется, самый ходовой. Здесь молодой человек рядом работает, мы не будем ему мешать. Пойдем посмотрим кухню. Здесь мы с вами уже также были. Два года тому назад я приезжала со своей Настей в бильярд, потому что хозяин, тот, кто придумал всю концепцию, увлекается бильярдом, и здесь можно провести обеденный перерыв, или же такой интересный факт, после работы здесь есть безлимитное пиво, то есть пей, сколько влезет, также кофемашины, и очень много места для ланча. Если вдруг кто-то не успел или не захотел готовить домашний ланч, то можно купить по доступным ценам что-то перекусить. У Шведы вообще такая тема, они очень любят здоровое питание, домашние всякие салаты, они приносят ланчбоксы, и потом друг у друга подсматривают идеи обедов, завтраков, ужинов, и вот даже молодые люди, айтишники, приносят с собой приготовленную еду из дома, потом садятся здесь и отбедают. А теперь мы пришли в стационарный магазин Даниэль Вэллингтон. Девчонки уже там снимают, Лена, Даша, все сзади, но вы и так всех и знаете. Сейчас прямо эксклюзивный момент, потому что можно будет сделать гравировку на ремешке, и вот таких машин этого бренда всего несколько в мире, так что у нас что-то такое будет особенное. Ну все, теперь у меня есть именной ремешок. Ося, банально, но зато коротко еще поместилась. Эксплуатируем цветочный магазин как только можем. Но на самом деле здесь вот такие очень интересные растения, кроме гортензий и ромашек, пионов, я не особо что-то знаю. Есть такие растения, типа как эвкалип, и дальше не назову, вы знаете, что у меня с этим проблемы, которые у меня ассоциируются именно со Скандинавией. Здесь очень и очень популярны самокаты, именно такие электрические. Во всем городе есть специальные дорожки для велосипедов, и по ним же, собственно говоря, ездят люди на самокатах. Вторая поездка в этом месяце, которая настолько сильно духовно наполняет, и вот эстетически кормит меня. О, мне тоже очень нравятся. Какие? А, да. Вот слава нас просветила, что вот эти кресты и точки, это не просто так, они монтируются на старых домах, которые рушатся, скажем так, и вот эти путы протягивают через весь дом для того, чтобы его скрепить. Я не знала. Интересный факт. Здесь совершенно другая архитектура, нежели во Франции, в Италии. Вот мы недавно были там, все такое более ажурное, в тех частях, в которых мне удалось побывать весной. Здесь все такое более аристократичное, скромное, вот знаете, просто и со вкусом. Наша команда практически в белом, но все в светлом, так точно. Уже загрузилась в лодку. На катер, да, это казалось? Погрузилась в лодку. Погрузилась в подводку. И час займет наша прогулка, и мы вернемся домой только поздно, вечером. Вроде как едем на какой-то остров. Как классно! Можно было сфотографироваться и сразу распечатать фотографии. Теперь у каждого из нас будет такая открытка с поездки. Сказали, найди себя, но я даже не догадывалась, что это в прямом смысле. Бокалы. Веночек я сделала сама в конечном итоге, но у меня не получилось его закрепить на голове. Я быстренько сфоткалась, и на этом все. Но зато вот так помастерила. Почти 11 часов вечера. Посмотрите, как светло, как будто 8. Фантастика! Субтитры создавал DimaTorzok Булка! Что ты тут делаешь? Ты что, испугался, что ли? Ты маме цветочек хотел сорвать? Ты уже просто второй, я знала, что он пошел. Спасибо, моя котя! Спасибо, моя дайка! Используем лето по полной программе, а оно нас. Я сейчас вам расскажу, что у нас тут произошло. Будем ужинать на улице, на террасе. Сегодня было очень жарко, как всегда. Прошла буря, теперь прохладно. Приехала я, значит, из Стокгольма, а Тома купил новый гриль, побольше. Тома, покажешь нам? Это гриль на углях, да? И как тут им орудовать? Можно как-то регулировать? Тома говорил, что вот это... Да, можно тут поднять. Ну, то есть угли поднимаются, опускаются. Тут вынимаешь потом. То есть просеиваются угли, это все было довольно недорогим. И что, Тома, закрываешь, и что? Закрываешь, температуру проверяешь. А это что? Это зачем? Коми? Я хочу. Дымоходная. Дымоходная. Труба. Вот теперь у нас такая домашняя обновка. Томак жарит колбаски. Что здесь? Курица. Такие остренькие. И шашлычки. А это багеты с чесноком. У нас из-за жары случился конкретный трабл с газоном. Он сгорел. Несмотря на то, что Рафл, это брат Томака приходил, поливал его. Ему приснился капец. И вот теперь такие латки. Пока что пробуем восстанавливать. Все под контролем садовника, который приезжает по нашему вызову. И возможно нам придется вырезать участки и менять их. Вот тебе и лето. У нас также атака комаров. Просто вообще мы тут загибаемся. Реально какие-то прожорливые комары во всей Польше. И все жалуются. Все уже не знают, чем спасаться. И ночью, и днем, в тени, возле воды. Короче говоря, мы спасаемся вот таким спреем. Я его покупаю уже третий год. Заказываю на Ихербан на натуральных эфирных маслах. И хоть не мажемся химией, но все равно на ночь приходится пользоваться классическими такими антикомарными штуками. Ну, я купила специальное для детей также. А вот этим брызгаемся. Он еще и хорошо увлажняет и пахнет неплохо лимоном. Если у вас такая же проблема, то возьмите на заметку. У меня их четыре штуки. И в детском садике, и дома везде. Я уже не знаю. Может, с чем-то можно чистым с каким-то эфирным маслом, не знаю, розмарина, лимона, скажите, может, у вас есть какие-то домашние рецепты. Если у вас такая же фигня с газоном, то расскажите, что вы делаете. Я вернулась из Стокгольма. Тут тот еще дурдом выкроет две свободных минуты. Чтобы сказать хоть два слова, не получается. Я прилетела в четверг. Вообще, поездка была настолько быстрой, что я ничего не успела понять. То есть, я прилетела вечером целый день у нас была очень такая интенсивная программа. Как вышли утром, вернулись поздно вечером, точнее, можно даже сказать, ночью, и рано утром я улетела. И потом я прилетела домой. У нас здесь был официальный выходной. Дальше у мальчишек тоже был выходной день от садика. Сейчас воскресенье, то есть, они четвертый день дома. И, ну, все хорошо, все нормально, но вы представляете, как это с детьми. Они очень активные ребята, супер много внимания. То есть, если раньше они хоть как-то могли там сами поиграться, то сейчас зачастую мама-мама-мама каждую, ну, третью минуту где-то. То есть, по видео может казаться, что вообще такой лайт на самом деле все как у всех, наверное, да. И, что я хотела сказать, что, наверное, это будет один такой большой влог обо всем по чуть-чуть, чтобы было и разнообразнее, и интереснее. Так вот, в Стокгольме я была раньше, успела погулять и по старым улочкам, и посетить все достопримечательности, но в этот раз я очень благодарна судьбе, наверное, в первую очередь, что мы повидались с нашими девчонками. Они мне настолько родные, они мне не просто, знаете, как подружки, блогеры, нет, они прям как семья, и я надеюсь, что вскоре или мы к ним поедем в гости, или они к нам, потому что мы друг друга приглашаем. Лена была у меня в прошлом году, тоже только проездом, но все равно каждую минуту используем. Если где-то поблизости находимся, то обязательно встречаемся. Не знаю, когда еще раз повидаемся, но я была очень рада, и программа у нас была интересная, столько всего попробовали, научились делать, и также было очень приятно познакомиться с Ярославой, я давно свяжу за ее каналом, за ее инстаграмом, мне нравится ее чувство эстетики, и вот такой, знаете, самый искренний комплимент, который мы сделали в жизни, это такая же, с тобой приятно общаться, так что я рада, что у вас были новые знакомства, и я уверена, что мы продолжим наше общение в будущем. Теперь все очень быстро, теперь мы отправляемся на велосипедную прогулку по Кракову, мы живем недалеко от велосипедной трассы, которая ведет прямиком в центр Кракова, где-то 12 километров, и вы знаете, Захар без проблем доезжает туда-обратно, то есть в общей сложности получается около 25 километров для ребенка 6-летнего возраста, по-моему, это хороший результат, вот когда ему делали операцию на сердце, говорили, что потом будут наблюдать за его физической активностью, за тем, насколько ему сложно, тяжело, и я благодарна, Господу, за то, что все нормально. Мы были недавно на обследованиях и сказали, что да, это полноценный ребенок, и он может так же развиваться, так же, ну как бы физически, да, справляться со всеми нагрузками, как и все здоровые детки. это тоже такая хорошая новость, каждый раз, когда мы идем на обследование, меня немножко потрясывает, потому что после операции у него была небольшая дырочка, где-то размером миллиметр, и они говорили, что она или срастется, или нужно будет чаще наблюдаться, и конечно, знаете, когда ты проходишь операцию с ребенком, когда ты веришь, что все уже позади, а потом тебе говорят, что нужно наблюдаться, то это каждый раз такой своеобразный стресс, но теперь нам в следующий раз идти к доктору через два года. Я сейчас пойду соберу свой рюкзак, еще по дороге мне нужно будет заехать купить какие-то сладости, что-то кофе, потому что вечером у нас будут гости из Италии. Как только мы приехали, Томак отправился в цветочный магазин, купил пальму, оливковое дерево, эти цветы подарила мне моя Анетка, она сейчас увлекается цветами, и вот то, что мы планировали купить, Томак собирает разные горшочки, и вот теперь у него такой итальянский в коллекции. Вообще мы купили их целых три. Очень симпатичные, это ручная работа, и мы видели мастера, который сидит, прямо разрисовывает это все. Такие вещи я очень-очень ценю. Здесь у нас образовался своеобразный цветочный уголок, часть цветов еще нужно пересадить, вот там стоят очередные подарочки от Анетки. Кот, симпатяга, домашний питомец, спрашиваете, почему у нас нет ни кота, ни собаки. Пока что наш образ жизни не позволяет нам завести кота или даже хомяка, потому что, если мы куда-то соберемся ехать, то, к сожалению, некому будет за ними присмотреть. Керамический кот и такой оригинальный горшочек. Вот подобных я нигде ни в одном магазине не встречала, так что он для нас особенный. И под вторым фонариком у нас теперь поселился цветок в новом горшке. Он такой красивый, я даже не знаю, какой из них мне нравится больше всего. Мы хотим, чтобы все горшочки были разными, и так это смотрится еще более как-то атмосферно, что ли. Мы уже почти приехали домой, мужчины решили сократить путь, а я захотела чуть пролить себе удовольствие. Я очень люблю ездить на велосипеде. Кстати, сегодня я в таком старом белом комбинезоне с прошлого года и в белых кетах, которые я вам показывала в начале влога. И велосипед у меня от марки Le Grand. В принципе, он окей для городских поездок, для недолгих. Если вы любите экстремальную езду, горы, лес, то скорее всего нет. И вот спустя 25 километров где-то я чувствую, что сидушка здесь не самая мягкая. А в принципе, я довольна для таких прогулок, как у нас. Он меня вполне устраивает. Все. Всем спасибо за внимание. На этом буду заканчивать. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.